здравствуйте ну что ж статистика вышла в общем то в целом неплохая что не характерно для последнего времени наиболее интересными данными являются конечно же последний третий релиз данных по валовому внутреннему продукту в соединенных штатах напомню что предполагалось что по консенсус прогнозу что ввп в первом квартале должен был выйти на уровне двух процентов но затем этот прогноз был снижен и уже окончательно он вышел на уровне 1,9 процента также неплохие вышли данные по заказам на товары длительного пользования и также данные на заказы на товары длительного пользования без учета товаров оборонного значения в общем мы видим что рынки пока реагируют нейтрально найти данные но и в то же время мы не мы не видим какого-то довольно серьезного всплеска оптимизма все-таки как бы там ни было статистика вот это вот она не особо такая скажем радужная хотя в целом ему и ее можно охарактеризовать как нейтрально хотя и немного лучше того что могло бы быть во всяком случае события вчерашнего дня указывают на то что инвесторы настолько уже напряжены что любые негативные данные они воспринимаются очень и очень остро а также наряду с негативными данными инвесторы довольно активно реагируют и на положительные данные ну вот например вчера вышли неважные данные в еврозоне затем данные на пособие данные на заявки на пособие по безработице по заявкам на пособие по безработице рынке отреагировали мощнейшим снижением затем уже к вечеру вечером поздно вечером стало известно что греция вроде как договорилась пошла навстречу смирилась есть есть так можно сказать с требованиями и с мвф и рынке отреагировали в общем-то диаметрально противоположно вот такая вот довольно таки сложная ситуация к настоящему моменту складывается на мировых финансовых рынках хотя мы считаем что проблемы они остаются эти проблемы никуда не ушли это и довольно сложная ситуация с экономическим ростом соединенных штатах это проблемы периферийных стран европе и тому подобное ну также геополитическая напряженность которая остается вот уже довольно большой промежуток времени на ближнем востоке в северной африке вот такая вот ситуация у нас предшествует открытию американской торговой сессии но давайте обратим внимание на то как у нас сегодня торговалась торгуется европа в принципе можно говорить о том что о том что европа сегодня отскакиваетесь так можно сказать отскок этот является характерным явлением в преддверии открытия америки после довольно таки значительного падения тем более события из греции связанные с грецией сегодня помогли европейскому фондовому рынку вырасти и так настоящему моменту индекс доу джон стокс 50 правда ушел в незначительный минус снижается на 7 сотых процента при этом все-таки основные европейские фондовые индексы пока еще остаются в положительной зоне британский футсисто растет на 46 сотых процента французский как 40 на 4 десятые процента а германский дакстритс на 25 сотых процента в целом ситуация пока еще достаточно интересная достаточно неплохая также помимо этого я хочу обратить внимание что сегодня нефтяные фьючерсы пытаются восстановиться после вчерашнего довольно серьезного падения но о фьючерсах мы поговорим немножко позднее и так что у нас собственно происходит на рынке нефти и так нефти в лондоне в отличие от ситуации в нью-йорке я говорю что в нью-йорке пытаются не восстановиться в лондоне они продолжают находиться под довольно таки серьезным давлением нефть марки бренд снижается на 71 сотую процента на бирже айс и находится на уровне 106 долларов и 50 центов за один баррель американская wti торгуется также со снижением 2 22 сотые процента находится на уровне 90 долларов и 80 центов за 1 баррель при этом также отмечается растущие есть так можно сказать и снижение нефтяных фьючерсов товарный рынок на товарном рынке ситуация в целом также неоднозначная хотя мы продолжаем отмечать что контракт на мед сегодня в плюсе в настоящий момент он растет на одну целую и восемь сотых процента также пытаются вырасти и фьючерсы на драгоценные металлы и так золото прибавляет к настоящему моменту двенадцать сотых процента а вот серебро к сожалению ушло в отрицательную зону к настоящему моменту снижается на 32 сотые процента и так золото в моменте находится на уровне 1522 доллара серебро 34 доллара и 91 цент и так валютный рынок форекс к настоящему моменту индекс доллара торгуемый корзине из основных валют снижается на 17 сотых процента но по прежнему находится выше уровня в 75 пунктов и так на валютном рынке после выхода статистики мы не видим какого-то заметного положительного движения наоборот единая единая валюта даже начала снижаться и то же самое мы отмечаем в отношении британского фунта торгуемого противоамериканской доллар американского доллара но австралийскому доллару пока удается удерживать позиции и так к настоящему моменту евро торгуются на уровне 1.4215 пока держится выше уровня в 1.42 британский фунт противоамериканского доллара на уровне 1.60 ровно японская иена на уровне 80 с небольшим ен 80 ен против 80 ен за 1 доллар также отмечается небольшое ослабление японской иены австралийский доллар находится на уровне 1.056 0.560 вот такая вот диспозиция к настоящему моменту складывается на валютном рынке форекс мы считаем что пара евро доллар учитывая достаточно сложную ситуацию в европе неоднозначную ситуацию имеет все-таки возможность спуститься к уровню 1.41.50 прошу прощения 1.41.50 почему мы считаем что это возможно но все-таки несмотря на решение на согласие греческих властей с европейским планом помощи все-таки существуют еще объективные проблемы это внутриполитические проблемы в греции которые могут просто греции помешать принять энергично быстро и в полном объеме тот план который предложила европа вот такая вот достаточно сложная ситуация к настоящему моменту отмечается перед открытием американские торговые сессии что касается фьючерсов на основные американские фондовые индексы то они к настоящему моменту торгуются смешанно причем совсем недавно фьючерсы на индекс доу джон стокс прошу прощения доу и S&P 500 торговались в положительной зоне а сейчас они ушли в небольшой минус фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 находится практически у уровня вчерашнего закрытия символически снижаясь на 0.04 процента но вполне вероятно скорее всего штаты откроются нейтрально может быть даже небольшим снижением очень многое будет зависеть от настроения американских инвесторов на этом у нас все в дополнение я вас приглашаю на наши бесплатные курсы обучения торговли на мировом валютном рынке форекс более подробную информацию о ситуации на рынках а также о нашей новой услуге консультация аналитика вы сможете найти на нашем сайте www.grandcapital.net а с вами был Сергей Костынко руководитель аналитического департамента компании Grand Capital до свидания удачи вам в следующем